В этом году Городская Федерация Альпинизма отмечает 70-летний юбилей. Спортсмены тренируются на скалодроме, занимаются общей физической подготовкой, выезжают в горы в разные точки России. Валерий Иглин пришел в зал скалолазания по приглашению председателя Городской Федерации Альпинизма Сергея Коновалова. Как только он пришел на первое занятие, то сразу понял, что это его. На скалодроме он познакомился с Иваном Степановым, который тоже заболел горами, и перешел из легкой атлетики в альпинизм. Сейчас мужчины работают как напарники, страхуют друг друга на тренировках и на выездах в горы. Напарник в альпинизме – тот человек, которому доверяешь жизнь. И однажды Валерий действительно спас Ивана от несчастного случая. Я просто не подрассчитал свои силы и полез уставшим на стенку. И слетел. Выдрал два шлямбура, а третий меня поймал. И Валера, собственно, меня веревкой ухватил. То есть он пролетел где-то метров восемь, наверное, свободного падения. Да, и Валера меня поймал веревкой. Все произошло буквально, наверное, за полторы секунды. Я пришел в себя, когда я уже держал веревку. А я висел вниз головой. Ногами по щикулку уперся и ушел к земле. В таких экстремальных ситуациях не до эмоций. Напарнику нужно действовать быстро и точно. Альпинизм проверяет спортсменов не только на физическую выносливость и силу, но и на мыслительные способности, так как мозг во время восхождения на вершину тоже работает на полную мощность. Члены федерации выезжают в Крым, Южный Урал, Хибины, Центральный Кавказ. Тренируются альпинисты на скалодроме, а также занимаются общей физической подготовкой. Каждый год в горы ходят порядка 10-15 человек. Когда меня спрашивают, какие горы самые красивые, я всегда затрудняюсь ответить, потому что был в очень многих регионах, и в стране, и за рубежом, и все они красивы по-своему. То же самое касается и сложности. И нужно всегда выбирать по своим силам горы, потому что главный принцип альпиниста – все-таки не только зайти на вершину, а вернуться живым и здоровым домой. В этом году Федерация альпинизма отмечает 70-летний юбилей. А история ее появления в Сарове началась в начале 1950-х годов, когда в город приехали три заслуженных мастера спорта по альпинизму – Сергей Ходокевич, Анатолий Багров и Любовь Пахарькова. Они и возглавили секцию альпинизма. При их поддержке прошла первая альпиниада Центрального совета физкультуры и спорта. Расцвет секции пришелся на 60-е и 70-е годы, когда в горы выезжали до 60 саровчан, среди которых было четыре мастера спорта. Были совершены восхождения на 7-тысячники пик Ленина, пик Коммунизма, пик Корженевской и в 75-м году на Хантенгре. А участники ездили в основном на Кавказ вместе с нашими инструкторами. Вот максимально у нас выезжало до 60 человек в год. Присоединиться к городской федерации альпинизма может любой желающий. Занимаются спортсмены на скалодроме, спортивной школе и кар. Я тоже попробовала побыть немножко альпинистом. Залезла, в общем-то, на небольшую высоту. Это очень-очень сложно. Девочки, я скажу, что это очень хороший фитнес. Всем советую. Плавание – особый вид спорта, который полезен для любого возраста. Занятия в воде позволяют обрести легкость, стройность, размять тело и получить заряд бодрости. Спорт оказывает положительное влияние на человека. Но плавание – это особый вид спорта, который полезен для всех систем организма. Плавание подходит практически всем. Им можно заниматься почти с самого рождения. Приучая ребенка к занятиям в воде, вы направляете его на путь здорового развития. Плавание предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, снижает риск застоя и улучшает возвращение венозной крови к сердцу. Плавать рекомендуют и для борьбы с лишним весом. Это отжимает лишнюю воду из подкожной клетчатки, увеличивает скорость обмена веществ и способствует более быстрому сжиганию калорий и жира в организме. Плавание формирует стройную мускулистую фигуру, так как задействуют все основные группы мышц. Кроме того, эффективность упражнений в воде не меньше, чем на суше. Дополнительным плюсом выступает то, что нагрузки во время тренировок в воде ощущаются намного меньше. Поддерживающий эффект водной среды позволяет работать над определенными группами мышц более осторожно, если это необходимо. Упражнения в воде улучшают кровообращение в организме, нормализуя давление. Плавание снимает стресс, успокаивает, дает заряд энергии организму. Без чрезмерной нагрузки на сердце во время плавания улучшается работа дыхательной системы и повышается обеспеченность организма кислородом. У занятий плаванием нет побочных эффектов, как, например, боль в коленях у бегунов, разрывы мышц, болезненные ощущения в мышцах. Вода охлаждает и расслабляет. Вода охлаждает тело, что помогает не перегреваться. Организм находится в охлаждающей и успокаивающей среде, что позволяет дольше не чувствовать усталости и заниматься более продолжительное время, чем на суше. Так что, если у вас есть возможность посетить бассейн, постарайтесь ею воспользоваться. Посещать бассейн достаточно два раза в неделю. Если вы решили пойти в бассейн, то вам необходимо взять с собой купальник или плавки, шапочку, шлепанцы, мыло и полотенце. Плавать нужно не менее 45 минут в достаточно быстром темпе, чтобы при выходе из воды возникало чувство легкой усталости. Дышать ритмично. Вдох носом, выдох ртом в воду, что очень полезно при астме, бронхите и других заболеваниях легочной системы. При этом обязательно необходимо погружать голову, не боясь намочить волосы. Плавание с высоко задранной головой пережимает важные кровеносные сосуды, питающие мозг, создается напряжение в мышцах шеи, может усугубиться шейный остеохондроз. Температура воды, в которой можно заниматься плаванием, должна быть не меньше 20-25 градусов. Если вода хладновата, не спешите сразу бросаться на глубину. Сделайте несколько разогревающих мышц и движений на мелководье. Плавание позволяет за короткий срок обрести легкость, стройность, размять тело после ежедневной пассивной работы и получить заряд неиссякаемой бодрости. Воспитанницам Икара Ирине Тимониной и Тамаре Давыдовой присвоено звание «Мастер спорта России». Юные дарования занимаются в отделении прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе более 10 лет. Ответственно подходят к тренировкам и стабильно показывают высокие результаты на соревнованиях. Ставить цель и идти к ней. Самые яркие и теплые воспоминания Ирины Тимониной, связанные с Икаром, это победы. И это не обязательно про соревнования. Самая важная победа – победа над собой, считает девушка. Более 10 лет она занимается в отделении прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Но по ощущениям, чем дальше ты выступаешь на соревнованиях, тем тебе как-то страшнее, что ли, становится. Когда ты маленький, у тебя еще нет такого страха. Ну, выступил и выступил, ну, бывает, да, там. Где-то не получилось, где-то хорошо. Но в целом, конечно, первая победа – это прям вау, ты думаешь, неужели я смогла выбирать столько вот ребят, что я первая встала на пьете стали. Самыми волнительными для двух спортсменок Икара Ирины Тимониной и Тамары Давыдовой стали всероссийские соревнования, на которых они выполняли нормативы на звание «Мастеров спорта России». Выполнить все идеально один раз для такого почетного звания недостаточно. Нормативы затем подтверждают на других соревнованиях. А потому, если за плечами успешно пройденный первый этап, то права на ошибку просто нет, и градус ответственности зашкаливает. Потом мы поехали в Оренбург. Уже там я первый раз набрала на норматив «Мастера спорта». И, ну, как бы, я не одна сдала, а другой девочки. И тогда мы поняли, что все, мы едем в Ярославль на подтверждение. Но уже в Ярославле очень было страшно. Ну, не знаю, как гей, но мне вот было прям очень страшно. Но я понимала в тот момент, что от того, как я прыгну, зависит мое дальнейшее будущее. Да, сдам, не сдам. Обе девушки с волнением справились и подтвердили свои результаты. Приказом Министерства спорта Российской Федерации им присвоили звание «Мастер спорта России». Так Ирина Тимонина и Тамара Давыдова стали первыми, кто достиг почетного звания в отделении прыжков на батуте за последние 7 лет. Всего за историю отделения тренеры воспитали 12 мастеров спорта. «Тренируемся, гоняем их, вот и все. Смотрим, кто сможет. Ну, уже видно. Сможем. И начинаем с ними работать больше. Ну, как бы накачивать их. Вот это все. И они начинают уже серьезно, более серьезно подходить». Тренируются спортсменки у Анатолия Меньшикова и Александра Абакарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова